Прошу прощения, так будет лучше. Множественная мелома – это злокачественное заболевание, морфологическим субстрактом которого являются клональные злокачественные плазматические клетки, продуцирующие моноклональный иммуноглобулин или и легкие цепи иммуноглобулинов. В основе патогенеза множественной меломы лежит накопление в костном мозге клональных долгоживущих плазматических клеток, характеризующихся соматической гипермутацией генов, приводящих к возникновению транслокаций с возлечением локусов тяжелых цепей иммуноглобулинов. Предполагается, что эти транслокации представляют собой первичные, возможно, инициирующие онкогенные события, которые определяются по крайней мере в 50% случаев при множественной меломе. Данные транслокации приводят к нарушениям регуляции экспрессии онкогенов, которые усиливают продукцию иммуноглобулинов. Встречаемость транслокаций с вовлечением участка тяжелой цепи иммуноглобулина и GH увеличивается в процессе развития заболевания. Так, при моноклональной гомопатии неопределенного генеза она встречается около 50%, при вялотекущей интермедулярной миеломе до 75%, при экстрамедулярной до 85%, и при клеточных линиях миеломы до 90%. В процессе деления клональных пазматических клеток и прогрессирования множественной миеломы могут выявляться новые вторичные генетические аномалии. В течение последнего десятилетия генетические исследования значительно расширили понимание патогенеза множественной миеломы. Первые исследования были основаны лишь на метафазном цитогенетическом анализе, который мог выявить нормальный кариотип, гипердиплоидный кариотип, негипердиплоидный кариотип и комплексные нарушения. Согласно современным рекомендациям, исследование кариотипа у пациентов множественной миеломы рекомендовано как на этапе диагностики заболевания, так и при прогрессировании либо рецидиве заболевания. При этом большинство наиболее часто встречающихся аномалий при множественной миеломе являются самостоятельным прогностическим фактором. Кариотип почти половины пациентов с множественной миеломой характеризуется гипердиплоидным набором хромосом с увеличением количества нечетных хромосом 3, 5, 7 и остальных, представленных на слайде. Негипердиплоидный набор характеризуется наличием транслокаций с увеличением тяжелой цепи иммуноглобулина, располагающейся на 14-й хромосоме. Генами, партнерами для проведения этой транслокации являются гены циклин-Д, ФГ, ФР3, ММСет и МАФС. Независимо от выявленного кариотипа, практически все клональные плазматические клетки аберрантно экспрессируют ген циклин-Д. Считается, что это является первичным онкогенным событием при множественной миеломе, что обуславливает частоту ее встречаемости. Однако при метафазном цитогенетическом анализе результаты оказались малоинформативными у практически трети пациентов в связи с низкой методической активностью плазматических клеток или их небольшим содержанием в пробе костного мозга. Дальнейшее понимание механизмов патогенеза было связано с внедрением флюоресцентной ин-ситу гибритизации ФИШ-метода, который позволил увеличить частоту встречаемости специфических генетических аномалий при множественной миеломе до 90%. Как правило, при ФИШ-анализе встречаются транслокации с участием ИГХ-гена, при этом у части пациентов не выявляется ген-партнер. Также встречаются трисоми с нечетными хромосомами, с отвлечением нечетных хромосом, такими же, как при цитогенетическом метафазном анализе. Также наиболее часто встречаются делеции с участием 1, 13, 14 и 17 хромосом. Частота встречаемости перестроек, связанных с локусом тяжелой цепи иммуноглобулина, представлена на следующем слайде. Наиболее часто встречаются транслокации 11, 14 и 4, 14. Хочется отметить, что транслокация 4, 14 ранее не могла быть выявлена при метафазном стогенетическом анализе в связи с расположением локуса вблизи стиломерой. Как я говорил, менее чем 5% в небольшом количестве транслокации с неизвестным локус-партнером не выявлены. Делеции или моносомии 13-й хромосомы, как правило, встречаются у 50% больных, 85% из которых характеризуются моносомией либо потерей коу-плеча. 15% остальных пациентов характеризуются аномалиями в других участках 13-й хромосомы. Аномалии 13-й хромосомы приводят к потере гена супрессора опухолевого роста РБ1, который нарушает клеточный цикл, запускает его пролиферацию, запускает его активность и повышает пролиферативную активность пазматических клеток, тем самым увеличивая их продукцию. Делеция 17-п наблюдается у 10% больных с множественной миломой при первичной диагностике и частота ее встречаемости увеличивается при прогрессировании данного заболевания. Делеция 17-й хромосомы также связана с усилением неблагоприятности прогноза и ассоциируется с повышенным выявлением экстрамедулярных плазмоцитом и короткой продолжительностью жизни. Наиболее часто встречающиеся аномалии первой хромосомы задействуют дупликацию ку-плеча, которая встречается у 35-40% больных при первичной диагностике, а также существуют данные, что аномалия другая, делеца 1-п, часто встречается в сочетании с дупликацией ку-плеча. Делеция 1-п встречается в 30% случаев при первичной диагностике. Аномалии первой хромосомы ассоциируются с неблагоприятным прогнозом и короткой продолжительностью жизни пациентов с множественными ломами. При проведении генетических исследований у некоторых пациентов встречается более чем одна аномалия. Аберантным кариотипом считается сочетание двух генетических аномалий. Комплексным кариотипом принято считать содержание трех и более генетических аномалий, независимо от используемого метода диагностики. Прогноз аберантного и комплексного кариотипа в настоящее время не определен. В 2009 году исследователями в клинике Майо была разработана стратификация рисков пациентов с множественной мейломой. Было выделено две прогностические группы группа стандартного и высокого риска в которую вошли представленные аномалии. Согласно данной стратификации риска в нашем центре был проведен ретроспективный анализ общей выживаемости пациентов с множественной мейломой. В данной группе высокого риска также были представлены пациенты с комплексным кариотипом, которые имели короткую продолжительность жизни. Как мы видим на слайде значительное отличие медианы в группе высокого риска по отношению к стандартному. Имеющиеся терапевтические подходы, появление новых лекарственных препаратов, усуществование методов диагностики и частоты выявляемости и влияния их на показатели выживаемости привели к формированию риск-сертификации второго поколения M-Smart 2.0. Здесь представлена на слайде версия от марта 2014 года. В данной классификации комплексный кариотип был включен исследователями в группу промежуточного риска, так же, как и аномалии 1Q. Генетические группы риска. Представленные группы риска были основаны на прежде всего медиане общей выживаемости, о чем уже было рассказано. Не буду повторяться. Наилучшие показатели встречаются в группе стандартного риска. На основании представленной классификации нами было проведено собственное обследование пациентов с множественной миеломой на предмет поиска специфических генетических аномалий при первичной диагностике. В исследование было включено 177 пациентов с активной множественной миеломой, требующей терапии. мужчины составили 40%, женщины почти 60%. Возраст пациентов составил 26 до 86 лет, с медианой в 61 год. Цитогенетический анализ был проведен всем пациентам, однако лишь у 137 пациентов удалось получить кариотип. Остальные пациенты результаты были неудачными, метозы не были получены. Фиш-анализ был исследован практически у всех пациентов, кроме одного. Частота выявления генетических аномалий при цитогенетическом методе исследования составила 8,7% от группы пациентов, в котором проводился данный анализ. Фиш-метод показал увеличение частоты встречаемости генетических аномалий практически в 5 раз превышающей метафазный цитогенетический. Увеличив частоту встречаемости до 40%. Также часть пациентов имела сочетанный аберрантный кариотип и комплексные кариотипы. Группы представлены на слайде. Также вы можете увидеть, насколько часто встречались комбинации тех или иных генетических аномалий у пациентов. При сочетании генетических аномалий наиболее часто встречались аномалии 13-й хромосомы с транслокацией 11-14. Нами была определена общая выживаемость пациентов с определенной генетической аномалией по сравнению с пациентами без таковых. Так, в группе пациентов с транслокацией 11-14 медиана составила 76 месяцев по сравнению со 100-7 при отсутствии генетических аномалий. Однако, разница была статистически незначима, и это было характерно для пациентов стандартного риска. Транслокация 4-14 показала ухудшение показателей общей выживаемости, однако, статистические данные были недостоверными ввиду низкого количества пациентов с данной аномалией. При выявлении делеции 13-й хромосомы общая выживаемость пациентов составила 48 месяцев по сравнению с 107 без генетических аномалий. Была достигнута статистическая разница в данных двух групп при сравнении двух этих групп. Для выявления прогностической значимости комплексного кариотипа нами был проведен сравнительный анализ пациентов с комплексным кариотипом без делеции 17-й хромосомы и пациентов с делецией 17-й и у пациентов без генетических аномалий. Пациенты с комплексным кариотипом имели наихудшие показатели общей выживаемости, что позволило включить этих пациентов в группу высокого риска наравне с пациентами, имеющими делецию 17-й хромосомы. На основании предложенной в клинике МАИО стратификации риска МСМАРТ 2.0 нами был проведен свой анализ, в котором пациенты с комплексным кариотипом и наличием делецией 17-й составляли группу высокого риска, имели наихудшие показатели общей выживаемости. Пациенты стандартного риска включали в свою группу пациентов с нормальным кариотипом, с наличием транслокации 11-14, с наличием гипердиплэйди, либо с вовлечением гена тяжелой цепи иммуноглобулина без выявленного локус-партнера. Хочется отметить, что медиана общей выживаемости для пациентов с комплексным кариотипом составила 15 месяцев, с наличием делеции 17-п составила 45 месяцев, а пациенты со стандартной группой риска 107 месяцев, как и было сказано ранее. На основании данных без прогрессивной выживаемости была проведена оценка пациентов по различным группам. Например, пациенты с транслокацией 11-14 также не имели разницы по общей выживаемости с пациентами без генетических аномалий. Пациенты с транслокацией 4-14 имели незначительное уменьшение продолжительности жизни по сравнению с пациентами без генетических аномалий. Беспрогрессивная выживаемость пациентов с делецией 13-х хромосомы также показала уменьшение продолжительности общей выживаемости и составила порядка 25 месяцев по сравнению с пациентами без генетических аномалий в 30 месяцев. Комплексный кариотип, как и при оценке общей выживаемости, негативно влиял на показатели беспрогрессивной выживаемости. Так, медиана составила 11 месяцев по сравнению с 30-ю у пациентов без генетических аномалий. На основании генетической стратификации мы оценили также и беспрогрессивную выживаемость и нами было выявлено, что наличие у пациентов длицей 17 и комплексного кариотипа негативно влияли также на беспрогрессивную выживаемость по сравнению с другими прогностическими группами. В зависимости от группы риска, которая определяется наличием тех или иных генетических аномалий, предлагается выбор тактики лечения. Об этом уже было рассказано, я, наверное, не буду на этом подробно останавливаться. Хочется только сказать, что в настоящее время проведение поддерживающей терапии у пациентов в группе высокого риска рекомендовано по программе трехкомпонентной с комбинацией ревлимида, вилкейда и дексаметазона в течение минимум одного года. Лечение больных старше 65 лет представлено на слайде и группа высокого риска также рекомендовано лечить трехкомпонентной программой терапии. В группе промежуточного риска возможны модификации с использованием трехкомпонентных препаратов циклофосфан вилкейда и дексаметазон либо милфолан преднизолон бортезамид с последующей поддерживающей терапией и в группе стандартного риска это программа ревлимида и дексаметазон либо милфолан преднизолон талидамид с последующим наблюдением. На основании полученных данных можно сказать, что первичные приводящие к развитию заболеваний вторичные возникающие в процессе генетические аномалии могут быть выявлены при проведении цитогенетического и молекулярно-генетического методов исследований. Проведение генетического анализа при рецидиве или прогрессировании заболевания позволяет оценить клональную эволюцию при множественной миломе и провести повторную стратификацию больных с определением дальнейшей тактики терапии. Генетические аномалии имеют сами по себе независимое прогностическое значение, а также определение групп риска согласно генетической стратификации позволяет оптимизировать терапию больных с целью увеличения их продолжительности жизни, качества и усиления эффекта. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Какие-то вопросы? Был теорий. Тогда один краткий вопрос вам задам. Вы показывали, что в МИО-клинике клиницисты изменили терапию в зависимости от генетики, а в ней гематологии изменили клиницисты терапию в зависимости от ваших результатов. Мы пытаемся идти в ногу со временем и, конечно, адаптировать терапию пациентов. К сожалению, для пациентов группы высокого риска в первой линии терапии невозможно в настоящее время применение ревлимида, так как он не зарегистрирован в качестве терапии первой линии. Но таким пациентам проводятся трехкомпонентные программы лечения с обязательным включением бортозамиба как основного препарата противомиелумного. То есть для стандартного риска вы используете двухкомпонентное лечение, для высокого риска трехкомпонентное? Да. Спасибо. Если нет вопросов, то спасибо вам. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо.